Процесс выездов паломников в святые места в самом разгаре. Все службы, контролирующие эту работу, находятся в состоянии повышенной готовности. Очередной аэробус с паломниками совершил посадку в Медине из города пророка Мухаммада. Мир ему и благословение рассказывает Атика Магомедова. Паломники Дагестана продолжают пребывать на святую землю. Только что в международном аэропорту принца Мухаммада бин Абдул-Азиза в Медине приземлился аэробус А-330, на борту которого находится 247 наших земляков. Встреча паломников, координация вылетов самолетов, выезды автобусов, заселения по гостиницам – это и многое другое под тщательным контролем сотрудников компании Марватур. За каждого верующего, прибывшего в святые земли, несут ответственность круглосуточно. Ежедневно в Мединском аэропорту совершают посадку несколько широкофюзеляжных самолетов. На борту которых находится 247 паломников. Впервые для Махачкалинского аэропорта эти самолеты стали доступны благодаря компании Марватур. В этом году так получилось. Мы можем сказать, что в результате переговоров и сопутствующих положительных моментов нам достались в этом году. Такие качественные, широкофюзеляжные. Действительно, это очень удобно для наших паломников. Мы тоже рады. В переговорах с Росавиацией был момент, что нельзя было использовать зарубежные компании, дать привилегию российским. И в этом случае были предложены эти самолеты. И как раз получилось так, что мы явились причиной того, чтобы была дана заявка, какие-то недостающие моменты были устранены. И документально эти самолеты получили возможность приземляться в нашем аэропорту. Перевозка паломников на таких самолетах упрощает работу компании. Теперь за короткий срок большое количество паломников имеет возможность воспользоваться комфортабельным авиатранспортом. Часть рейсов вылетает прямо в Медину, а другая совершает посадку в виорданском городе Акаба, откуда на автобусах паломники совершают многочасовой переезд в Медину. Здесь паломникам нужно набраться терпения, чтобы пройти таможенно-пограничный контроль на границе двух государств. Маршрут от аэропорта, расселение по гостиницам и уже потом переезд в Мекху. Весь этот путь контролируется логистическим центром хадж-компании. Дай отчет, К-11, гараж прибыл, и если прибыл, то сколько автобусов доехали и сколько еще ожидается. Гараж прибыл 11 через К-11. Более двух или трех лет развиваешься программное обеспечение, это Касп Тревел, сейчас у нее есть рабочее название Палмер, и есть еще программа Марва Эс, логистика. Она позволяет оперативно выделить зоны в гостиницах, номера, свободные, несвободные. В Медине свои особенности, здесь очень много такой график, который заезжающих и въезжающих. В Мехе немного эта задача проще, потому что там заезжают и до окончания хаджа люди уже никуда не въезжают. Поэтому самый сложный этап гостиничных размещений это Медина. И в последнем этапе это Мина, потому что в Мина всегда количество мест выделяется или в притеке, или там немножко не хватает. Кроме проверки и контроля маршрута, в каждой гостинице круглосуточно дежурят и врачи. В этом году обслуживать паломников будут 14 медиков, 5 из которых женщины. Прием ведется больных в амбулаторном режиме. Если имеются какие-то сервисные патологии, может быть доставлено в стационар для дальнейшего обследования и явления этой или иной патологии. Имеются лекарства, которые нужны для первоначальной экстренной помощи. И в Мекке тоже ожидается в всех гостиницах, где более 500 паломников развертывают одного медпункта. На сегодняшний день вся хадж-компания проходит по плану и без серьезных сбоев. Все службы, работающие с паломниками, активно включились в процесс организации хаджа. Пока же верующие совершают молитву в мечети любимца Аллаха, пророка, мир ему и благословений. Посещают святые места Медины и готовятся к исполнению пятого столпа ислама. Атика Магомедова, Хаджамурад Магаев, Ханжан Курбанов. Специально для новостей. Медина.